Всем привет, с вами Кирилл, вы на канале Кирилл Гейм и сегодня у нас новое видео на проекте Мазин Холли Плей. Пацаны, вы реально красавчики, вы буквально за 3 дня набрали 300 лайков, я думаю вы меня поняли. Если вы хотите дальше видеть серии по проекту Мазин Холли Плей, то просто набирайте 300 лайков и я сразу же иду записывать новое видео. Ну а сегодня у нас новая серия, пацаны, очень интересная, в этом видео я протестирую Магнум Стейдж 3, который очень быстрый, я на нем немножко поработал, выскажу свое мнение. Все это я снимал на пятом сервере, потому что на первом сервере нету Магнума Стейдж 3. Смотрите видео от начала до конца, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Также не забывайте вводить мой промокод, пишите вместе к апсам Кирилл Гейм, на пятом уровне вы получите 50 тысяч, на десятом уровне вы получите 100 тысяч. Мой промокод можно вводить на любом сервере Мазин Холли Плей. Желаю всем приятного просмотра, а тем, кто кушает, приятного аппетита. Ну что ж, пацаны, я короче уже залетел на пятый сервачок, будем снимать вот эту интересную машину, получается это Рено Магнум, но необычно, пацаны. Здесь стоит Тип Тюнинг Стейдж 3, который придает этой машине очень хорошую скорость и разгон. Честно, я сейчас первый раз за руль сел этой машины, вы не удивляйтесь, что я сейчас на пятом серваке, просто найти данный экземпляр очень сложно, поэтому мне пришлось зайти на пятый сервак. Большое спасибо Серджио Суворов, ссылочка на его канал будет в описании, у него канал называется Регеха, можете зайти посмотреть, он стримы там делает. Вот получается его Рено Магнум, пробег, кстати, у него какой, 12 тысяч километров, нормально. Целостность 94, вот цена 15 миллионов. Также стоит улучшение бака, аудиосистемы на нем нету, есть антирадар и есть улучшение двигателя. Давайте сейчас прокатимся на этой машинке. Он говорит то, что он едет 180. Ебать, он быстрый. Бля, без прицепа это очень быстро, пацаны. Давайте сейчас я выйду, наверное, на мост и дадим тапочку в пол. А, здесь радаров нету, просто у меня привычка на рейде, просто везде радары, сука, стоят эти конченые. Давайте сейчас разгонимся. Да, действительно, максималка у него 180. Но мне интересно именно с прицепом поехать, посмотреть, как это выглядит. Просто я очень мечтаю о третьем чипе на Магнум наличный свой. У меня на Магнуме на первом серваке пробег 154 тысячи уже. И на нем не хватает только третьего чипа. Все, мы, короче, приехали на точку. Сейчас Серега берет рейс, и потом я уже сажусь за руль. Беру прицеп, и, в принципе, будем ехать рейс. У него еще есть транспортная компания на пятом серваке. Если, пацаны, вам интересно, я могу записать видосик про его транспортную компанию. Бля, онлайн, конечно, на пятом серваке пиздец голимый, на самом деле. Вот реально мне от этого даже бомбит. Просто у меня бомбит, потому что зачем было открывать пятый сервак, если, блядь, онлайн здесь реально упал. Здесь онлайн был максимум 400 человек, да, где-то так. Не, не спорю, когда было открытие, то, как бы, онлайн был хороший. Ну, потому что это открытие. Но потом, как бы, все, короче, пошло по пизде, можно так сказать. Вот нахера было закрывать седьмой, шестой, пятый, чтобы потом заново открыть пятый. И, блядь, здесь такой же онлайн, как и был до закрытия. У него один миллион подписчиков, он снимает на пятом серваке. И там еще несколько ютуберов есть. Они снимают, снимают, но толку, блядь, от этого нету. Понимаете? Толку, блядь, от этого нету. Сейчас время полвторого почти дня, но онлайн, блядь, даже 300 нету, понимаете? Я считаю, что не зря открыли пятый сервак. Да, конечно, типа, таким, как Серега, например, это круто. То, что Серега сюда пришел, этот сервак, он хорошо здесь поднялся, он купил себе транспортную компанию, он стал бизнес по ГОСу. Это охуенно, пацаны, я не спорю. Но, блядь, где онлайн? Где, блядь, этот ебучий онлайн? Да шо ты говоришь? Вы, сука, заказываете рекламу, а толку от нее, блядь, ноль просто. Вы бабки вкладываете просто в ничего. Да ты шо? Закажите уже нормальную рекламу у нормальных ютуберов. Да, я понимаю то, что Радмир, там, другие проекты выкупили всех нормальных ютуберов, это само собой. Понимаете, они покупают у людей рекламу, у которых вообще нету смысла у них заказывать. Ну, серьезно, реально мне от этого бомбит. Просто бомбит, блядь. От того, то, что, блядь, люди, сука, играли на пятом серваке. В итоге вы его закрыли, нахуй. И потом через два месяца или через три месяца открываете его обратно. И, блядь, здесь онлайн такой же самый, как и был, сука. Охуенная просто идея, блядь. Ты шо, больной или ударился? Вы думаете, почему на первом серваке видосы не выходят? Почему я там не снимаю, почему? Да потому что нечего снимать, сука, нечего снимать, блядь. Вообще просто. Я вчера два часа катался, блядь, и нихуя не придумал вообще, что можно записать. В итоге я пошел в кайзик, проебал лям. Ёбаный рот этого казино, блядь. Реально нечего снимать просто на мазинке. Я думаю, вы сами это видите. Даже тот же Разор, Димка Бенмор, Киря там есть ютубер, Джерри. Они редко видосы по мазинку выпускают. Раньше можно было там неделю по три, по четыре видоса хуярить. Сейчас ютуберы выпускают видео по мазинку одно-два в неделю. Одно-два в неделю видео по мазинку. Потому что снимать уже нечего, просто скучно. Да, вышла габалка. Но как бы это все быстро приелось. И у людей пропал интерес играть. Потому что все однообразное. Добавьте вы уже стробоскопы. Добавьте вы уже занижения, сука. Добавьте нормальные обновы уже, наконец-то. Чтобы у людей появилось разнообразие. Браво, по-мужски, просто охуенно. Ну серьезно, блин, сколько можно. Потому что, блядь, там есть Брэд Питт, сука, который модпакер. Он, блядь, ездит на этой машине, на заниженной, на стробоскопах. Выебывается, сука. А добавить они это для игроков почему-то, блядь, не могут. Зато админы ездят, выёпываются. Типа, вот у нас есть занижения на машине, у нас есть стробоскопы. Все, я успокоился, пацаны. Давайте теперь поговорим про Магнум. Мне, в принципе, похуй на эти штрафы, потому что, ну, как бы они маленькие. Давайте, короче, едем на Магнуме. Не, ну, едет он круто, пацаны. 180 максималочка, мне кажется, это очень круто. И с помощью того, что у вас Магнум быстрее остальных, вы можете намного быстрее деньги зарабатывать. Сколько ты за час зарабатываешь? Напиши в чат, пожалуйста. За час 400 плюс-минус. Ну, 400 тысяч, в принципе, это нормально. А вот напиши, типа, смотри, у тебя максималка 180. Ты чувствуешь преимущество, типа, перед другими? То, что, ну, ты реально почувствовал то, что ты быстрее работаешь? Пацанчик тут застрял, или он нам дорогу перекрыл? Да, она едет очень быстрее. Я за час 30 рейсов могу сделать. Даже больше бывает. Нормально, блин. Просто, чтобы вы понимали, Магнум с обычным чипом, да, вроде бы 159 он едет. А этот Магнум, у него стоит чип с рулетки. Stage 3. Там такой компьютер нарисован. И с помощью этого чипа, как бы, он едет 180. Бля, я тоже хочу себе реально третий чип. Вот представьте, если я поставлю третий чип, у меня сотый скилл, какие я просто буду деньги зарабатывать? Ну, серьезно, типа, я за час могу максимум, там, 1700 днем заработать. У меня сейчас 55 скилл. Да, пацаны, у него сейчас самый большой скилл на серваке, на пятом. Прикиньте, пацаны, он 55 скилл качнул за 23 дня. Это пиздец просто. Мне кажется, еще месяц, значит, он будет задротить. Просто мне реально все пацаны говорят, что он очень много играет. То, что он почти 24 на 7 сидит. Мне кажется, еще месяц, и он сотый скилл, в принципе, вкачает. И будет нормально так бабочки зарабатывать. Хотя он и так зарабатывает нормально бабочки. У него, пацаны, повторюсь, еще есть транспортная компания. Вот, ци меню. В принципе, Amazon Company называется. Восемь есть машин, и бабочки еще есть. Как бы, если вам интересно, пацаны, я могу записать видео про его транспортную компанию. Как бы, вообще, посмотреть, какая там прибыль у них. Не, ну, конечно, по трассе, пацаны, кайф просто ехать. Прикиньте, 180. 180, это вообще по кайфу. Да, конечно, это всего лишь на 20 километров больше, чем, как бы, обычный чип на Магнуме. Повторюсь, пацаны, обычный чип на Магнуме, он будет ехать 159. А здесь, получается, едет 180. То есть на 20 километров больше, грубо говоря. Ну, и разница чувствуется, реально. Этот чип не только дает вам большую максималочку, но и быстрее ускорение. Это реально круто. И, кстати, хотел сказать, он управляемый, но... Ярик водила, блять, называется. Ладно, пацаны, вот такое вот получилось видео. Я надеюсь, то, что оно вам понравилось, потому что... Я считаю, то, что такого еще никто не снимал. Вы можете даже забить в ютубе, то, что такого еще никто не снимал. Почему я, пацаны, именно пошел на пятый сервак? Да просто потому, что на первом серваке нету Магнума с третьим чипом. Просто нету его. Его не существует, понимаете? На первом серваке я не знаю, у кого есть Магнум с третьим чипом. Мне кажется, таких людей вообще не существует. Пацаны, к вам есть еще просьба. У кого есть Бугатти с третьим чипом, напишите, пожалуйста, мне в ВК. Неважно, о каком серваке, я просто хочу записать видео. Потому что я всегда в первую очередь снимаю то, что нравится мне. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры подогнал «Симон»